Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков моего канала я хочу приготовить колбасу из курицы. Мне написало несколько человек, что я готовила ветчину из рульки и говядины и попросили сделать из курицы. Кстати, видео с ветчиной попало на РЕН-ТВ там несколько секунд. Как это умудряются люди увидеть? Мои подписчики увидели эти кадры. Я не видела. Я РЕН-ТВ вообще практически не смотрю. И увидели, ведь меня смотрят совсем немного, и увидели, и показали, что ваша ветчина даже на РЕН-ТВ попала. Если не забуду, я вставлю кусочек, как показали. Там секунды, там 3-4 секунды всего лишь. Торговцы недалеко ушли от своих предков. Вы, наверное, слышали шуточный вопрос. Сколько в колбасе мяса? Только в любой шутке есть доля шутки. Остальное чистая правда. Вот, например, ветчина. Многие ошибочно считают её натуральной. Как говорят диетологи, в ней почти нет мяса. А вот жира хоть отбавляй. И целая таблица Менделеева в придачу. Красители, загустители и усилители вкуса. Именно поэтому домохозяйки вовсю осваивают рецепты приготовления самодельной ветчины. И берём, значит, пищевую плёнку мы. Это колбаса как будто такая раскоряка. Но неважно, мы сейчас всё плёнкой затянем. Вот, вот наша ветчина. Никаких заморочек. И вот тут стали говорить. Вот вы сделали эту ветчину. Покажите нам, пожалуйста, из курицы. А я думаю, ну из курицы-то чего тут особенного? Нам для этого нужна только курица. Давайте отделим мясо от костей и приготовим её в мультиварке, в моей любимой мультиварке теперь. Ну как уж я разделываю её, я показывать вам не буду. Я просто сниму кожу, отделю всю мякоть, кости отдельно, кожа отдельно, мясо отдельно. И уже подключусь, когда всё это будет готово. Всё, курицу я разделала. Вот это кости. Здесь же я оставила и крылья. Это на суп пойдёт. Тут два супа будет. Вот тут кожа вся снята вместе с жирами. А здесь вот вся курица. Я здесь только вот грудка, она всё-таки суховата, я её разрежу на кусочки. Даже, вернее, не на кусочки, а вот такие вот пластиночки. Так. Здесь бёдрышек мяско, с ножек. Нормально. Так. Что мы делаем дальше? А дальше мы. Мы солим. Нужное количество. Кладём специи, те, какие вы хотите для курочки. У меня специи из Анапы, с рынка. Сейчас везде ими пользуюсь. Мне они очень-очень нравятся. Так. И сюда же мы бросаем сухой желатин. Не буду оставлять его в пакетике, хотя здесь многовато, можно было и половинку. Так. Сколько здесь его? 10 грамм. 10 грамм. Так. Всё хорошо размешиваем. И будем складывать в пакет. И потом завернём плотно плёнкой. Разорвав немножко пакетик, сильно я, усердно, усердно. Ничего, сейчас плёночка здесь. Так. И плёнкой. плёнкой. Пакетик. 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 Эта пленка прямо создана для изготовления колбасы. Вот такой у нас шарик хороший, весистый получился, наверное, с килограмм. Все, и в мультиварку. Сейчас в мультиварку водой зальем, будет вариться. Вот положили мы нашу заготовку для колбасы, в мультиварку. Заливаем водой. Чтобы покрыть, она еще плавает. Вот она покрыта, она легкая, плавает. Плавает. Ну все. Закрываем. Так, и нарежем тушение. Поставим на 2 часа. Хотя, я думаю, за час, наверное, приготовится. Но так для надежности лишней не будет. Будет уж точно колбаса. Наша колбаса сварилась. Вытащила я из мультиварки. Посмотрела на нее. И думаю, надо, наверное, груз положить сюда. Чтобы немножко придавить. Потому что пустоты. Бульона очень много. Желатинового бульона много. Мы придавим. И пусть оно, как бы, это все вместе соединится. Мне кажется, будет нормально. Положила нашу колбасу в хлебную форму. Не знала, как на плоской поверхности ее плохо придавить. Она катится в разные стороны. Вот тут она будет лежать. Сейчас здесь я аж чем-нибудь придавлю. Вот, нашла какие-то кухонные штучки. Сюда ставлю килограмм крупы. Вот. И пусть в придавленном виде она остывает. Эта колбаска. Потом посмотрим, как она у нас получилась. Прошла ночь. Наша колбаса пролежала в форме. Она и приобрела форму для хлеба, которая. Сейчас мы срежем пленку. Это вот холодец проступил. Вот. Такая наша красавица колбаса получилась. Давайте разрежем. С этой стороны разрезание удобно, чтобы вам видно было. Вот она. Вот она красавица. Вот она наша красавица. Колбасочка. Ну, я думаю, что видно. Эту красоту нельзя не заметить. Вкуснота. Вкуснота, ребята. Тут уж и пробовать нечего. Это очень вкусно. Со специями, курица. Обалденно вкусно. Я в мультиварке делаю первый раз. Обычно в обычной кастрюле я делала. Всегда она получается вкусно. От разности специй она получается разная. Так что делайте, пробуйте разные специи, добавляйте. В курицу можно все добавлять, любое мясо можно добавить. Ничего страшного. Ничего страшного. Единственное, что я делаю с сырым мясом, я его просто отвариваю до состояния холодца, чтобы оно отвалилось от костей. А курицу можно в сыром виде сразу сформировать. Вот видите, и получилась прекрасная колбаска. Все, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что меня посмотрели, послушали. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok